Музыкант, коллекционер, мастер, все это один человек. Ростовчанин Валентин Шкандыбин свою квартиру давно превратил в мастерскую. Лепит, вырезает, обжигает редкие древние музыкальные инструменты разных стран и народов. У меня появилось желание научиться играть на древнем славянском музыкальном инструменте свирели. Но так как ничего не смог найти в городе, ни в одном из магазинов музыкальных, у меня пришла идея сделать самому. И вот так она звучит. Полторы недели и свирель готова. Так началась история создания редких народных музыкальных инструментов Валентина Шкандыбина, которая переросла в дело всей жизни. После свирели начал мастерить свистульки, бубны, варганы и, конечно, окарины – любимый инструмент музыканта. Создание окарины начинается с обычного куска глины. Его необходимо размять и придать нужную форму. Затем она декорируется, сохнет и обжигается. В итоге получается вот такой причудливый музыкальный инструмент. Сыграете? С удовольствием. На изготовление самого изделия уходит от нескольких дней до нескольких недель, рассказывает мастер. А вот на подготовку инструмента к качественному звучанию могут уйти годы. Кроме того, Валентин коллекционирует и мастерит инструменты разных народов – африканские барабаны «Уду» и экзотическая «Колимба», поющие чаши из Непала, валдайские колокола. В ассортименте более ста экспонатов и все в рабочем состоянии. У каждого из них своя душа и звучание, объясняет музыкант. У них есть душа, у них есть корни, у них есть глубина. Все эти инструменты, если говорить о каждом из них, они нашими предками использовались для обрядовых ритуальных целей. То есть они несли в себе какой-то магический характер, какой-то особый такой смысл вносили в жизнь людей. Для японской флейты Сякухати характерен глубокий звук, подобный звучанию ветра. Индийская флейта Бансури – более мелодичная и праздничная. А это варган – один из древнейших музыкальных инструментов. Флейта североамериканских индейцев. Инструмент австралийских аборигенов, который называется диджериду. Своим увлечением охотно делится с другими. Проводит мастер-классы, выступает на концертах, занимается горловым пением и звукотерапией. Говорит, главный инструмент, с которого нужно начинать – это собственное тело. А музыка – это то, что дополняет звучание человека. Музыкант убежден – за этнической музыкой будущее. В планах устроить в Ростове большой этнофестиваль. И наладить производство современных музыкальных барабанов, глюкофонов. Ксения Николаева, Сергей Вишняков, Надану. Научиться играть на необычных народных музыкальных инструментах, таких как варган, индийская флейта, диджериду и окорина, оказывается, может любой желающий, независимо от возраста. Более подробно об этом увлечении смотрите сегодня в программе «Первые лица надану». Продолжение следует...